Депутат Карамушкина, Ирина Ирина. Депутат Карамушкина, Ирина Ирина Ирина. Здравствуйте, уважаемые депутаты. Ирина Юрьевна, в данной ситуации мое личное мнение. Сейчас мы заслушаем отчет премьер-министра за 2017 год. Он должен быть заслушан в соответствии с конституцией, с требованием законодательства. Отчет должен быть заслушан. Давать оценку удовлетворительно, либо неудовлетворительно, это должен решить Диор Кенеш, но оценка какая-либо должна быть дана. Спасибо. Ясно. Теперь у меня вопрос по Тазасу. Вот вы назвали очень такие большие цифры, которые давались нам финансы на 192 миллиона евро, Всемирный банк 172 миллиона и так далее. Вчера ко мне обратились жители совхоза Аллатоу Караджигача. Там вода уже третий год идет ржавая, а вчера уже нашла из кранов жителей с какими-то червяками или глистами. Еще в 2017 году обещали, что по Тазасу обязательно в совхозе Аллатоу проведут ремонтные работы. До сих пор ничего не сделано. Жители третий год пьют ржавую воду. Кто мне объяснит, в чем ситуация? В чем проблемы? Почему не решаем вопрос? Ирина Юрьевна, вот наши помощники подсказывают, 77 миллионов на 2018 год предусмотрены именно в Караджигаче, то, что вы назвали, да. Мы сейчас только то, что вы поручение дадим, они, по-моему, уже начали, да? Может, слово дадим? Скажите, пожалуйста, избиратели ждут ответа. Село Караджигач было включено по линии Всемирного банка, порядка 78 миллионов сомов. Сейчас готовится ПСД, да, проектный смертный документация. Значит, в конце года будет закладка с 2019 по 2021 год будет построена система пятиводного собрания. А пока пусть люди пьют все эти годы ржавую воду с червяками. Спасибо. Так, и у меня последний вопрос по Государственному банку о детях-сиротах, которые идут на международное усыновление. Алтана Сизбековна, я в 2017 году этот вопрос тоже поднимала. Мне сказали, что все нормально, Госбанк создан. Ничего он не создан. Там нет всей информации о детях, которые должны идти на усыновление нашими гражданами. Тем более, те вопросы, которые мы поднимали, вы помните, да? Вот те люди, которые поднимали эти вопросы, в том числе и министр соцтруда, сейчас идет на них атака, как внутри ведомства идет атака, так и на того человека, который поднял этот вопрос. Десять секунд. Разум. В кабинете министров, как-то можно министров заслушивать по поводу коллектива и по поводу качества работы госслужащих? Потому что некоторые не дают работу, не дают проведению реформам в министерствах. Ирина Юрьевна, на самом деле банк данных будет создан, он сейчас, можно сказать, в процессе он-оффлайн. Он будет функционировать в режиме онлайн. Сегодня работа по автоматизации банка данных, потенциальных усыновителей. Как международных, так и местных. Он практически завершен, вот министр подтвердит. И я думаю, что он в скором времени в режиме онлайн заработает, где полностью вся открытая информация будет. Относительно работы отдельных министерств, ведомств, коллективов, на самом деле, вот я поняла ваш вопрос, две недели назад встреча была с коллективом. Я думаю, что никакие отдельные, скажем так, недовольство отдельной группы людей не должны влиять на проводимые реформы и в целом работу тех или иных министерств. Продолжение следует... Пример-министр Сапар Исааков, который был в режиме онлайн, который был в режиме онлайн. В Продолжение следует... 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 Продолжение следует...